Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Анапские парламентарии поддержали городскую администрацию в вопросе восстановления работы полигона твердых бытовых отходов. Затором на ЖД-переездах нет. Губернатор Кубани и глава РЖД рассмотрели решение этой проблемы. Кубанское вкуснее развитие медийно-устричного хозяйства на курорте обсудили представители краевой администрации, предприниматели и производители морепродуктов. Работу частных охранных предприятий, охрану общественного порядка во время празднования открытия курортного сезона предметно обсудили на заседании антитеррористической комиссии под председательством главы курорта Сергея Сергеева. Проведенные весной проверки выявили неисправности систем видеонаблюдения в здравницах, отсутствие пропускного режима и договоров с группами быстрого реагирования и даже нетрезвых охранников на посту. Если руководитель не уведомляет, а тем паче не делает ничего, значит мы тогда уже оставляем за собой право направить в прокуратуру и тут же подготовить истовое заявление, если это в отношении юбер-лица в арбитражный суд, физ-лица, суд общей юрисдикции, но вообще в арбитражный, о понуждении к выполнению этих мероприятий и закрытии предприятия, так как оно угрожает безопасности неопределенного круга лиц, до 90 суток о запрете к деятельности с нарожением обеспечительных мер немедленно. Не просто заседание, разбор допущенных нарушений, частные охранные предприятия предупреждены, закрывать глаза на такие вопиющие факты никто не будет. Из 35 ЧОПов можно выбрать профессионалов. Глава Анапы хочет услышать, что сделано руководителями здравниц, чтобы не допустить повторения подобного. Сразу же непосредственно после получения сведения о выявленных нарушениях, нами были предъявлены претензии нашим частным охранным предприятиям, потому что это ни в какие мерки, конечно, не лезет. Были направлены письменные претензии ЧОП-фикинг, ЧОП-невуа, были проинформированы о нарушениях, было потребовано немедленно в их мероприятиях предоставить по устранению данных нарушений. Они уведомлены на то, что мы применим к ним штрафные санкции в этом месяце. Руководители здравниц первые, кто заинтересован в порядке на своей территории и обращаются к полиции. Если проверки не для галочки, то почему о результатах они узнают последними? Глава поддерживает эту позицию. При проведении проверки добиваться немедленного информирования руководителя. Получается так, сегодня проверили, ага, себе палочку доложили, мы молодцы. И письмо ему. И оно голубиной почтой две недели идет. Через две недели он получает, ой-ой-ой, и начинается. А его уже на весь Краснодарский край ослалили, на весь упаси. Проверка ради проверки не нужна. Охрана общественного порядка во время предстоящих торжеств по случаю открытия курортного сезона – еще одна важная тема. С правоохранительными органами согласованы все мероприятия и места массового отдыха людей. На улицах города появятся дополнительные патрули. С учетом получена информация о проведении праздничных мероприятий. Подготовлено расчет сил и средств, которым задействовано в охране общественного порядка 289 сотрудников. Запланировано заблаговеренное обследование без проведения мероприятий на предмет обнаружения в зазитических вещах за час до начала мероприятия с последующей охраной объекта сотрудниками полиции. Вопросы есть к сотрудникам ГИБДД. Налицо избирательность в исполнении служебных обязанностей. Примеров много. Явный – Пионерский проспект. Инженерные работы идут вразрез с безопасностью дорожного движения. Почему мы не привлекаем к административной ответственности тех, кто разрыл проспект, тех, кто не собирается его чинить и так далее. Но такого, наверное, никогда бы не было в таком состоянии сегодня. Прорубки утром из-за этого. Перерыва, без ограждений, без ничего. Я немножко понимаю и знаю строительные нормы и правила в области дорожного строительства. Но таких ограждений взяли на пластиковое ограждение, мышки с кусков положили, чтобы ветерок не носил. У себя дома в Санкт-Петербурге пусть так сделают. До начала высокого сезона, считанные дни, люди должны быть уверены, что проведут свой отдых в Анапе спокойно. В Анапе проводят полную ревизию ливневых коллекторов. Такая профилактика необходима в связи с общей паводковой ситуацией в регионе. В Краснодарском крае зафиксированы случаи подтопления ливнями в ряде населенных пунктов. Стоит задача не допустить подобной ситуации в городе-курорте. Места, где необходимо будет провести очистку, выявляются с помощью современного оборудования. Это позволит выполнить работы с максимальной эффективностью при минимальных денежных затратах. Давай, 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 чуть-чуть опусти ее. Мы оперативно проводим мероприятия по обследованию всех существующих ливневых канализаций в городе Анапе и для принятия оперативных мер по их прочистке. Управлением ЖКХ заключен контракт. Подрядчик готов приступить к работам. После анализа инспекции, в виде инспекции, будет дано задание на прочистку ливневых канализаций. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня и завтра местами в крае еще сохраняется напряженная ситуация. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Возможен подъем уровня рек. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. И к другим темам. Депутаты Анапы подписали обращение к губернатору Краснодарского края, а также к председателям законодательного собрания и краевого суда. Суть документа – поддержать администрацию города-курорта вместе добиться восстановления работы полигона твердых бытовых отходов. Хотя бы до того момента, пока согласно краевой межмуниципальной схеме, не найдут инвесторы для строительства полигонов станицы Варениковской. В зале 27 депутатов. Полный состав городского парламента. Несмотря на то, что заседание внеочередное. Вопрос чрезвычайной важности. Восстановление работы полигона твердых бытовых отходов в хуторе Красный. Его эксплуатацию прекратил Анапский городской суд по обращению ОАО «Аэропорт Анапа». Аргумент у инициатора ИСК-1. Полигон расположен в опасной близости к аэропорту. Свалка привлекает птиц, которые создают опасность для полетов. При этом забывают, что полигон в Анапе появился несколькими годами раньше аэропорта. Надо в том еще письме написать, что до сегодняшнего дня никакие птицы там не залетали, никому они не мешали этому аэропорту. За эти 48 лет. Парламентарии называют ситуацию с закрытием полигона не иначе, как критической. Сегодня мусор вывозят в Абинский район за 170 километров от Анапы. Увеличение транспортных расходов неизбежно приведет к увеличению тарифа на вывоз мусора. Повышение городские власти сдерживали в течение трех лет. Договаривались с инвестором, который сделал из свалки современный полигон. Свалка горела в свое время. И птицы летели, и дым в сторону аэропорта в случае разворота розы ветров шел. И все было нормально. На инвестиционном форуме был подобран инвестор, который пошел навстречу, который вложил порядка 200 миллионов рублей в нашу с вами свалку. По словам главы Анапы, решение суда, справедливое или нет, разрушило систему, при которой за вывоз мусора исправно платили все частники. Не нужно было ходить по дворам. В генеральном плане новый полигон не предусмотрен, так как на краевом уровне ведет переход к системе межмуниципальных площадок. По плану Анапа должна отвозить мусор на полигон в Варениковской, строительство которого пока не начато. На сегодняшний день благоприятный выход для муниципалитета – это отсрочка вступления в силу решения суда на период до того момента, когда будет построен межмуниципальный полигон в Варениковской. Парламентарии единогласно проголосовали за принятие обращения. Встать на защиту курорта готов и общероссийский народный фронт. На Кубани планируют возвести шесть железнодорожных переездов. Это позволит предотвратить образование многокилометровых автомобильных пробок, которые возникают в некоторых районах края, где РЖД переезды расположены в населенных пунктах. Этот вопрос губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с президентом компании РЖД Олегом Белозеровым. По словам главы Кубани, цитирую, «при прохождении составом шлагбаум закрыт до двух часов. Этим вызывается невроз у населения. Речь идет о тех самых путепроводах, которые нам необходимы для того, чтобы не прерывалась нормальная работа города или района. Это принципиально важно. Поэтому Славянск-на-Кубани, Тимошеск, Анапа, Кореновск, Славянский район в целом – это та проблема, которую нам надо вместе решать». В преддверии курортного сезона сотрудники роты ДПС и ГИБДД проводят целую серию мероприятий, направленных на профилактику безопасности дорожного движения. Одной из них – операция «Джипинг». В ее рамках проверяются частные лица, которые организуют незаконные прогулки на автомобилях по горам в районе Большого Утриша. «В основном это УАЗики, которые берут людей для экскурсии людей. Данные автомобили не предусмотрены для таких перевозок. Они переоборудованы, мы приборами проверяем тех состояния таких автомобилей. И если внесены изменения в конструкцию транспортного средства, мы направляем для аннулирования регистрации данные транспортные средства для аннулирования регистрации в МРЭО и ГИБДД». С наступлением лета на дорогах активизировались двухколесные участники движения – велосипедисты, мотоциклисты и водители скутеров – под особым вниманием сотрудников полиции. Несмотря на то, что вступили в силу новые изменения в законодательстве, которые предусматривают штрафы до 30 тысяч рублей, эта категория водителей продолжает нарушать правила дорожного движения. «У нас в подразделении имеются свои мотоциклы. Сотрудники будут выезжать, вернее, выезжают для работы с данным видом транспортных средств. И будут приниматься меры к водителям. У нас основная масса водителей управляет транспортными средствами без водительского удостоверения». Ливни не стали помехой для анапских озеленителей. Все работы идут по графику. Уже практически выполнено 98% от запланированного объема. Напомню, что в этом году на улицах Анапы появится более 200 тысяч цветов. Сегодня специалисты зеленстроя работали на улице Крымской. Уже закончено зеленение улиц Горького и Набережной. Одновременно коммунальные службы смонтировали подземную систему полива практически на всем протяжении центральной магистрали. К 11 июня весь объем благоустроительных мероприятий будет выполнен. Всю следующую, последнюю перед началом сезона неделю, службы будут работать в усиленном режиме. В Анапе состоялась конференция, посвященная повышению конкурентоспособности организации сбыта продукции товаропроизводителей Краснодарского края. На встречу приехали представители администрации Краснодарского края, предприниматели и производители морепродуктов. Основная цель встречи – обсуждение развития медийно-устричного хозяйства на курорте. Отечественные морские деликатесы станут более доступны. На территории Краснодарского края уже второй год работает программа импортозамещения. Губернаторам Краснодарского края поставлена задача – обеспечить рынок Кубани собственной продукцией. И на сегодняшний день на конференции именно этот вопрос стал основным. Участники должны были найти алгоритм решения задачи об увеличении объемов производства и сбытием морепродуктов. В рамках поручения губернатора А.Кондратьева все мероприятия связаны с продукцией, которая выпускается и производится в Краснодарском крае. Мы максимально пытаемся использовать всю ту продукцию на территории Краснодарского края и ее реализовать именно здесь, чтобы она была в Краснодарском крае. Ферма по выращиванию медий и устриц в Анапе существует уже 10 лет. Его руководитель Николай Пасхали рассказал о технологии выращивания морепродуктов, ценовой политике и условии поставки гостям конференции. Администрация Краснодарского края заинтересована в развитии этого направления и готова обсудить вопросы финансирования и поддержки. Ведь главная задача – обеспечить потребителя недорогим морскими деликатесами. У нас есть масса программ, которые идут именно по сельскому хозяйству и животноводству, их просто масса, и птицеводство, животноводство, овощеводство. Но, к сожалению, мы не поддерживали пока именно разведение медий, разведение устриц, то есть субсидии не выделялись на это, это новое направление. Поэтому, конечно, для меня было крайне интересно принять участие в этом круглом столе, посмотреть, какие есть проблемы. И, на самом деле, вы обратили внимание, что есть проблемы. Ценовая политика, то есть получается, что наша продукция, хотя она здесь на месте, но она стоит дороже, чем то, что привозится из других регионов Российской Федерации. Поэтому, конечно, думаю, мы должны подумать, посмотреть, может быть, тоже как-то просубсидировать, как-то поддержать именно наших местных товаропроизводителей, которые занимаются этим направлением. Представители ресторанного бизнеса заверили, они готовы начать прямое сотрудничество и производить закупку гуанапского производителя. По крайней мере, качество продукта их устраивает полностью. Подобные встречи, они, безусловно, необходимы. Во-первых, это прямой контакт с производителями, с фермерскими хозяйствами, с тем продуктом, с которым мы тоже уже работаем не первый год в своих ресторанах в городе Сочи. И любим работать с этим продуктом, потому что, еще раз повторюсь, лучше, наверное, чем того продукта, который нам дарит Черное море, нет, наверное, ничего более. Главное теперь на основе предложений подготовить проект региональной программы. О необходимости государственной поддержки говорили и производители, и потенциальные покупатели. Нужно решить основной вопрос. Цена на отечественные деликатесы должна быть конкурентоспособной. С одной стороны, этому будет способствовать увеличение объемов, что скажется на снижении себестоимости. С другой, часть стоимости продукции, возможно, будет компенсировать из бюджета. Закончили конференцию наглядной демонстрацией возможностей отрасли, презентации и дегустации продукции. После этого гости конференции посетили устричное хозяйство и познакомились с условиями выращивания экзотических морепродуктов. В Краснодарском крае на подготовку образовательных организаций к новому учебному году направят более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Такие данные сообщила министр образования, науки и младежной политики Татьяна Синюгина. На краевом селекторе, посвященном задачам на предстоящий учебный год. На эти средства проведут капитальный ремонт детсадов, школ и пристроек к ним, школьных спортзалов и пищеблоков. Установят ограждения, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Средства также направят на обновление школьных автопарков, приобретение учебников и учебных пособий. Приемка готовности школ к новому учебному году пройдет в крае с 18 июля по 19 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Ребята со всей России уже прибывают на отдых в наш город. Первый чартерный авиарейс из Норильска вчера прибыл в Анапу. В этом году в санатории курорта прибудут 680 детей работников никелевого комбината. Как сообщает агентство «Таймырский телеграф», в лагерях предусмотрены обширные культурно-досуговые программы. Занятия в различных кружках, поездки на экскурсии, стоимость которых входит в путевку. Крывая ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани» для несовершеннолетних от 14 до 18 лет пройдет 7 июня в Краснодаре. Десятки работодателей представят для ребят более 500 предложений о временной работе в период летних каникул. Каждый юный участник также сможет узнать, какая профессия ему подходит, пройдя компьютерное тестирование в одном из мобильных центров занятости. Подростки и их родители приглашаются на ярмарку вакансий 7 июня с 10 до 13 часов в Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств. Все услуги на ярмарке бесплатны. Телефон для справок в Краснодаре 262-53-36. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует.